О том, что хотелось получить и как мы все это делали. Ну, мы, это я на самом деле, мы подчутки в руководстве, начальника нашего отдела. Так, хотелось получить версию проекта, работающего на симфонии 1.4, 1.3, на одной песочнице для одного разработчика. Почему 1.3, а не 1.4? Потому что, ну, во-первых, 1.3 и 1.4 отличаются только обратной совместимостью, раз. И, во-вторых, избавление от обратной совместимости – это довольно продолжительный процесс. И он очень сильно зависит от конкретного проекта. Так что это не рассматривается, избавление от обратной совместимости. Так, приступим. Как и в общем случае обновление программного обеспечения, перевод на другую ветку вызван следующими популярными впечатлениями. Это повышение производительности и стабильности ваших проектов. Второе – это получение нового функционала и избавление от ошибок. Далее – техническая поддержка. Конечно, у проектов, работающих на симфоне, нет классической технической поддержки. То есть вы, например, не можете позвонить Фабьену во Францию и на ломаную французскую ему объяснить про разрывы связи. Что будет звучать примерно так? Живы де пертубасион. Последнее, о чем хотел сказать – это наличие большего количества плагинов и примеров решений. Далее. О каком проекте идет речь? Вот его сводные характеристики. Я понимаю, что они не очень впечатляющие, но это для справки. Далее. Проект разделен на два репозитория. Это основной репозиторий с исходниками и репозиторий с данными. Основной репозиторий с данными – это картинки, видео, аудиоматериалы какие-то. Занимает, как видно, на целых 84 гигабайта. Это все цифры в мегабайтах. Основной репозиторий – 110 мегабайт. И дальше по директориям видно, где что, сколько занимает. Дальше. Сама библиотека симфонии весит 9 мегабайт, что процентное отношение от размера всего проекта основного репозитория – это 8,5%, а от всего проекта вместе с данными – это 0,5%. Далее. Немного о топологии программного и аппаратного обеспечения команды разработки. Имеется два физических сервера. Один – для разработки и интеграции, заканчивается примерно вот здесь, указки нет. И второй – это занимает бизнес-инсталляция, боевая. Дальше. Что там интересного? Установлен Apache, Oracle и PHP, конечно же. Исторически так сложилось, что использовался комплект симфонии Sandbox. Должен сказать, что не было задачи запуска проекта в полном объеме на каждой из версий. То есть была ветка 1.0, на 1.1 не надо было запускать в полном объеме, на 1.2 тоже, только на 1.3. Для ясности были выбраны некоторые разделы сайта, которые должны были работать на каждой из промежуточных версий. Так, теперь приступаем к обновлению. Все, мы немного мечтатели. Но реальность такова, что сначала мы переводим проект симфонии 1.0 на 1.1, справляем ошибки. Потом дальше 1.1, на 1.2, справляем ошибки и так далее до конца. Так, первый шаг. Шаги по обновлению я перечислять не буду, они очень хорошо описаны и практически на 100% близки к тому, как это описывается в официальной документации. Я расскажу только о проблемах. Первая проблема, с которой мы столкнулись, это использование переменной SFRoutingDefaults в контейнеры SFConfig. Она больше не используется. Ее нельзя использовать. Следующая проблема. В контейнере сессии SFUser больше нет параметра холда. Далее, изменился синтаксис. Появились дополнительные параметры в файле Geofactories.eml. И еще одна проблема, она как бы к общему обновлению не очень имеет отношения, но тем не менее, надо сказать, что появились проблемы с конвертацией данных в полях типа BLOB, базы данных Oracle. Это связано с использованием Propel 1.2. Дальше. Какие решения? Использование переменной SFRoutingDefaults мы заменяем, мы ее как бы не используем. Мы работаем с переменами роутинга, но через контекст, точнее через… Сейчас скажу. Ну, в общем, в принципе, понятно, извините, я немного пытаюсь. Берем роутинг из контекста и устанавливаем через методы параметры по умолчанию для роутинга. Дальше. Это по желанию. Где теперь хранить то, что вы хранили в параметрах холдер? Я выбрал реквест. Дальше. Файлик Factories.Email подправили, добавили параметр файл, там, где прописывается путь до класса обработчик, собственно, ваших конфигурационных файлов дополнительных. Вот. Следующий пункт не трогаем, ну, потому что, как показывает Google, и здравый смысл, как бы, это должно исправиться, и, забегая вперед, это исправится с появлением пробелы 1.2. Следующий пункт – это некая субъективная метрика хода обновления. 140 файлов изменилось. Там, изменилось или добавилось. В общем, 140 файлов. Дальше. Следующий шаг. Переходим от ветки 1.1 к ветке 1.2. Самое важное – это криоли больше не используется. Следующий момент. В ходе обновления были обнаружены ошибки, почему-то так невнимательно к этому отнеслись. В общем, были обнаружены ошибки в схемах файлов, в несоответствии синтаксису. Следующий пункт – это обнаружились объекты, которые лежат в паке libmodel, но не описаны в схемах файлов. И еще одна проблема, опять Oracle, опять пробелы 1.2 – это проблема с полями типа date. Суть проблемы в том, что при любом сравнении с полями типа date улетает ошибка на уровне самой базы данных. Как это все решалось? Весь пир-функционал, который вы создали, придется переписать. Возможности Zen Studio 7 позволят сделать это довольно быстро. Дальше. Схема файлов проверили и исправили. Повещие объекты удалили. Поля типа date не трогаем. До следующего шага. Пока забили. Все правильно. Дальше метрика. Едем дальше. Последний шаг. Секундочку. Не очень много чего произошло. Точнее, с небольшими изменениями я столкнулся. И, собственно, представлено. Произошла некоторая реорганизация халперов. Например, AJAX халперы мигрировали в плагины, в протоколе с плагинами. Дальше. Недокументированные возможности переменной sf-modules-dir в контейнере sf-config больше не используются. Мы ее использовали для того, чтобы подсовывать во вью шаблоны из другого места. Дальше про поля типа date и блок я скажу. Реорганизация халперов. Проверили, что нужно переподключить. Переподключили. Путь задаем теперь следующим образом. Метод set-decoraтор-директории. Дальше поля типа блок приятные исправились. Все нормально конвертируется. Все хорошо. Что-то биливать не надо. Поля типа date тоже самое. Все сравнения, они везде, где надо, оборачиваются. То есть, должен сказать, что... Секундочку. Суть проблем в том, что, как я уже говорил, ошибка выскакивает на уровне самовыброса данных. И это решалось оборачивание этого поля в функции туча. И понятно было, что объектов прыг достаточно большой. И таких мест очень много. И руками все это дело исправлять с самим, своим функционалом. Это неправильно. Все должно делаться на уровне библиотеки. Возвращаюсь сюда. Проблем с кодировкой нет. Проблем с полями типа date нет. Метрика. Едем дальше. Процесс завершен. На графике эти самые цифры хода обновления. И по нему видно, что самое сложное, самое затратное по ресурсам был переход от 1.1, прошу прощения, к 1.2. В часах это выражалось примерно 16-20 часов рабочих. Дальше. Ну, возможности. Ну, возможности комфортно-быстроизделной библиотеки «Симфония» будем вам рассказывать в течение этого дня другие разработчики. Спасибо. Есть вопросы? Были плагины, которые исчезли в будущем, где-то? Были плагины, и я их не включил в презентацию. Плагины, которые мы брали с Symfony Project, очень мало, понимаете. Три штуки, и они все пережили обновление вообще без всякого допиливания. Это капча, это параноид, и еще один забыл. Ответил на вопрос? Да. Пожалуйста. А вот проблемы с формой, как вы решали? Я думаю, на самом деле были формы, и внедрение с 1 на 1 целой моделью формы. Очень интересно, у нас довольно консервативная команда, и такие хорошие, приятные возможности к оформлению у нас просто не использовались. Насколько я знаю, в комплекте Symfony 1.0, в рубле 1.1.0. А вы проблемы с ним? Нет. Ну, в основном, проблемы именно, как его обновляют. Но вы его обновляете. 1.1.1.0. Да. Но я его не изучну обновлял. Вот в библиотеке один, вот она лежит, переговор включили на 1.1, там в рубле 1.0.0. Им надо помывать. Есть какие-то проблемы? Только связанные с незнанием, как вообще справляли о работе в вашем ЧП. Пожалуйста. Каким образом вы думаете, какие ошибки в системе? Какие ошибки, которые запрагивали на кондиционал, у вас есть какие-то тесты, какие-то реализированные тесты? Объясню. Как я уже сказал, команда консервативная, тестов было мало. Больше и подавляющее большинство ошибок, например, вот эти. Они были найдены в ходе тех действий, которые описаны в документации. Плюс, как я уже сказал, некоторые разделы сайта должны были работать на каждой из промежуточных версий. Это все вручили. Все топорные. То есть реальные новости, у вас не было бы тестов, которые вы просто заливали награды в закупку, когда вылили в баню? Нет, нет, нет. Есть песочница отдельная, вообще с репозиторием, кроме Капчака, никак не взаимодействует, и там все и происходит. То есть это некая отдельная лаборатория, где все это дело варится и справляется, и по ходу дела решается, что делать дальше. По поводу тестов, должен сказать, что, опять же, так получилось, что это наш проект, который здесь представлен, это классический безнадежный проект, если кто знает и понимает, что это обозначает. И тесты, как бы не хотелось применять такие болезненные вещи, как тесты, формы, еще чего-нибудь, не все удалось применять. Например, тесты до определенного времени даже были, но это были функциональные тесты, то есть завязанные на интерфейсе, больше ничего. и ответил на вопрос. Я ответил на вопрос. А с какой количеством вы подсчитываете на самом деле? Функциональных тестов у нас было порядка 20 групп по 4-5 тестов. Ну, то есть это какие-то критичные для бизнес-процессы? Что? Ну, они были отклонены, когда вы уже переезжали на ветку 1-4 и помогали? Да, помогали. Ну, почти все даже. Еще вопросы? Насколько у вас увеличилась производительность после перехода? А это самое интересное, я скажу. Она очень интересная. В общем, производительность намеряется на объем, как мы все знаем, и полученные рабочие страницы, работающие страницы только несколько, ну, как бы смысла нет. А туда смысл переходить был? Давайте я прочитаю. А, все, я понял про францесский язык. Пожалуйста. Там в следующем слайде размеров нет. 3000 это сколько? В день, в месяц или всего? В день. Хастов? Нет. Уникальных посетителей. Спасибо. Все? Да. Спасибо. Спасибо за вопросы. Нам скоро!